все здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу рассмотреть расклад который называется как научиться доверять вселенной и дополнительно последний вопрос будет как легче относиться к незначительным вещам этот вопрос бонусом 2 но более подробно мы рассмотрим тему доверие вселенной по моему у меня есть уже на канале расклад доверие к самому себе если я найду его там где-то здесь обязательно я выложу ссылочку на него можете посмотреть три позиции как обычно 1 2 3 голубенькие красненькие зелененькие тайм-коды есть в описании к этому видео также в описании к этому видео есть мои контакты и описание моих услуг если вы хотите приобрести курс древо жизни мою жемчужину скорее всего надо ее переименовать моя жемчужина очень люблю этот курс очень столько глубины в нем смотреть будем сегодня на кучу колод на какой конкретно я не знаю но приготовила здесь небо и земля театр кукол который я не очень люблю меня спрашивали недавно как какая какой колоды меньше всего работаете и почему так вот театр кукол не очень я люблю эту колоду не знаю почему не зашла на мне не подружились мы с ней хотя колода сама по себе как нормальная таро шаманов эпическая таро монолиза и и тинь значит 2466 колод ну какой будет пользоваться не знаю может быть 7 а может быть еще какую другую возьму так отодвигаем приступаем позиция номер один что значит для вас доверие вселенной то есть как вы ее понимаете это будет типа сигнификации если отзывается значит смотрите дальше это ваш расклад если нет перезагадайте позицию что значит давай для вас доверие вселенной шанс доверие для вас значит взаимодействие получение каких-то определенных шансов до начал то есть вас куда-то ведет вселенная дает вам какие-то возможности вы ими пользуетесь и идете дальше развиваетесь то есть первично идет как какая-то реакция от вселенной какой-то знак до какой-то первый шаг какая-то идея то есть для вас доверие это значит какая-то вот внутренняя искра которая рождается внутри вас с помощью высших сил что значит для вас доверие это знаете как-то вот здесь даже не описание доверия идет а именно как доверие проявляется внутри вас здесь как будто бы знаете вот какой-то внутренний зов до внутренняя путеводная звезда хочется сказать для вас доверие это интуиция вот как ваша интуиция скажет так она и будет как-то вот в вашем понимании понимание доверия это вот про это это то что вам помогает двигаться вперед это то что вам помогает определяет определиться с каким-то выбором это то что вас мотивирует это то что вас подвигает на какие-то действия это о том тот шаг который вы принимаете либо спонтанно да скорее всего спонтанно потому что если вы будете долго думать вы будете топтаться на одном месте то есть это то что должно реализоваться в моменте здесь и сейчас вот прям сразу но если простым обыденными словами то это вот интуиция а почему для вас важно почему для вас важно это важно это доверие знаете потому что ощущение того что когда вы опираетесь исключительно на свои решения до это вас приводит вы была карта коллапса это приводит вас какому-то тупику то есть вот ощущение того что когда вас ведет вселенная да когда вас ведут высшие силы неважно как это называется вы как будто бы получаете результат вот все у вас складывается в жизни стоит вам как будто бы взять инициативу свои руки все у вас рушится когда у вас есть доверие у вас есть вот это вот ощущение знаете некого такого единения до что вот присутствует какая-то гармония все складывается так как нужно вот как будто бы ваше внутреннее состояние да оно такое спокойное гармоничное у вас да вот видите карты дублирует друг друга карта стремления выпало до вас как будто бы появляется желание вот ощущение что вы на своем пути не где-то там запутались а именно на своем пути то есть вы делаете то что вот у вас внутренние это как-то идет тот клик вам нравится состояние вот так скажу почему для вас важно потому что вам нравится это состояние у вас жизнь как-то налаживается вам вам нравится нравится сразу жить понимаете потому что все получается нету трудности вы наполняетесь вам приносит это удовольствие и вы вот знаете здесь вот это вот ключевое ощущение единения со всем миром что вот все идет так гладко ровно и вам это нравится не штиль такой а вот именно все складывается как надо вот как по накатаны вот хорошо хорошо здесь такое в чем ваша вторичная выгода на это колодец внутри в чем ваша вторичная выгода от доверие вселенной знаете вы как будто бы избегаете каких-то негативных эмоций тогда у вас как будто бы меньше разочарований в жизни становится и это для вас очень важно то есть как-то вот хотя единички у меня такие больше интеллектуалы но вот здесь вот меньше как будто бы утрат каких-то до переживаний сложности трудностей в чем вторичная выгода здесь ощущение того что вы как будто бы знаете получаете само утверждение в контексте чего в контексте того что вот другие люди тогда знаете вот за вами наблюдают интересуются вы как будто бы притягиваете чужое внимание и вместе с этим ваше внутреннее самоудовлетворение собой здесь вот идет какая-то знаете такая хочется сказать дьявольская подпитка до значимости своего собственного эго то есть с одной стороны вы не переживаете ну не чувствуете вот эти вот это неприятные эмоции а с другой стороны внутреннее такое наслаждение удовлетворение что ли я молодец я молодец вы что-то там то есть вроде бы вам дает как-то вселенная а вы кто молодец я молодец да я вот как-то тешите свое эго это вторичная выгода но обычно вторичные выгоды они все бессознательны мы их не осознаем чего вы боитесь либо опасаетесь да вот в контексте доверия доверия я бы сказал даже почему вы боитесь да если боитесь либо в чем не доверяете вселенной вот так давайте спросим что вы будете каким-то образом зависимо от этого до что вы потеряете как будто бы контроль полный контроль своей жизни все-таки контроль для вас важен а здесь вот ощущение того что вот эта вселенная это огромная такая вот ну в кавычках машина до какой-то робот огромный и я я не могу этим управлять да то есть я остановлюсь как будто бы заложником всего этого то есть а где я во всем то есть вот эго здесь вы теряете свое эго понимаете да вы сказала только и сразу в башне чего вы боитесь вы как раз таки ну с одной стороны что вы потеряете контроль а с другой стороны что вы где-то в какой-то степени ну вот зазнаетесь да вот я уже говорил об этом и ранее что это бессознательные сценарии вот у вас страх знаете что хочется у меня ощущение хоть карты не выпало до что будет потом какое-то наказание да то есть вы не столь боитесь проявление собственного эго сколько следствие этого года что будет какое наказание мне поступит если я тогда вот возгоржусь тогда тогда наступает и чего вы еще боитесь изменение вашего сознания вот здесь вот ощущение того что вы боитесь наказание какое-то вот свыше да что потом вот все завершится либо что-то нужно будет поменять своем сознании я поняла здесь знаете здесь как будто бы какая-то ответственность наступает контексте того что я должен быть потом постоянно в каком-то балансе а сейчас я могу допустим себе позволить эмоционировать как-то там ну переживать вести себя по-детски а тут вот надо будет изменить как-то свое восприятие мира и быть не в балансе вот какая-то вот ответственность да здесь идет либо наоборот здесь смотрите либо когда у вас отсутствие наоборот доверия тогда вот это вот все эти сценарии которых я озвучила тогда они проявляются так эту колоду мы взяли вот эту колоду что вам мешает доверять вселенной что вам мешает доверять с одной стороны ваши эмоции не зря они у нас выходили до в чем ваша вторичная выгода дам в переживаниях ваши эмоции печаль выпала карта печали вот когда вы печалитесь когда у вас появляются какие-то негативные эмоции вот это вот вам мешает доверять вселенной потому что ваши вибрации падают и вы как будто бы знаете опираетесь ну здесь начинает работа нашего ума то есть у нас как получается либо интуитивно в контексте расклада либо вы интуитивно идете во жизни то есть это получается как доверие вселенной либо вы идете от ума так вот когда вы начинаете печали со начинаете расстраиваться покушать и вот в эти негативные какие-то эмоции да тогда вами начинает управлять ваш ум и конечно же вы переключаетесь тогда на себя на свой контроль а не на доверие еще вам мешает то что нужно придерживаться в блокарта очищения да нужно придерживаться какой-то внутренней чистоты своих побуждений да скорее всего вот вы иногда позволяете себе как-то негативно подумать то есть вот здесь вот в этом как раз ки то что мы говорили эго да то есть оно должно у вас как-то присутствует потому что она не хочет она не хочет уступать свои позиции и она все время боится то есть такое вот ощущение что когда работает доверие вселенной эго не может существовать и вот здесь вот она как будто бы теряет свои позиции поэтому все время какой-то вот знаете какая-то не какой-то недоверие какое-то сомнение может быть проскальзывает здесь вам нужно все время во-первых повышать свои вибрации что значит повышать свои вибрации держать фокус внимания на созидательном процессе да на каких-то позитивных мыслях а не на каких-то сомнениях да на каком-то внутреннем диалоге то здесь такое ощущение что вот как будто бы с вас требовать больше буду да то есть ну как это постоянно держать себя в чистоте своих намерений и побуждений это значит надо постоянно контролировать на чтобы не думать о чем-то плохом а привыкли здесь еще не того что вот привыкли все время как-то рассматривать две стороны позитивную и негативную и часто скатываемся в негативные в печаль в переживания и вот вот это вот мешает что поможет вам доверить вселенной ваш опыт с одной стороны ваш опыт а с другой стороны понимание и ощущение что о вас заботятся то есть вот здесь вот именно в сознании нужно изменить отношение к вселенной в контексте того что все что она делает даже то что нам на первый взгляд может казаться негативные это проявление заботы знаете вот как доверяешь хорошей маме что значит хорошая мама хорошая чисто субъективно хорошая в контексте заботливой матери до которые вот нужно время на корме до ребенка переоденет все его потребности и нужды покроет вот если вы будете ощущать вот это вот на себе скорее всего если вы будете относиться к вселенной именно так не вы не заботитесь а что она в нужный момент о вас позаботится что вас никогда не забудут чтобы когда вы печалились не было вот это вот мысли а обо мне забыли на то есть тогда вы как будто бы ставите разделение между собой и вселенной а вам очень важно единение а это внутренние ощущения то есть если ставить какие-то рамки между мной и ей то это чистое проявление нашего эго когда начинается сомнение потому что когда ты находишься в полном доверие ты расслаблен ты знаешь что тебя позаботиться не возникают сомнений я думаю как только появляется сомнение в голове это уже начала работать наша наша эго что еще поможет действия действия знаете ощущение того что вот вам больше надо позитива в жизни до развить какой-то созидательный до позитивный аспект в себе с одной стороны а с другой стороны как-то больше действовать ощущение того что когда вы не действуете вы начинаете думать и думаете почему-то в негативном ключе да это разбивает вам ваше сердце вам надо больше действовать вот что-то чтобы здесь причем знаете не оценивая это в плюс либо в минус что я делаю так что я ну то есть не заниматься с она самоанализом в этом контексте а как-то больше действовать и понимать что все что происходит это оба да и то есть и это должно было быть неважно но плюс либо в минус убрать вот эту вот оценочность да просто больше действовать и понимать что вся жизнь это опыт а вы до разрушить здесь какие-то ваши идеалы которые знаете связаны с какими-то завышенными вашими ожиданиями то есть реальность она одна ожидание у вас какие-то другие вот когда происходит вот это вот разница вы ее замечаете между иллюзии то есть ваших ожиданий и от чего-либо от результата к примеру и того что происходит в реальном мире это начинает рушить но здесь все связано с головой понимаете здесь общий вопрос как научиться больше осознанно фокусировать себя на чем-то таком созидательном то есть искать во всем плюсы не минусы а плюсы и понимать что обо мне заботиться я не знаю как вам это передать вот представьте допустим я маленький ребенок да он когда утором просыпается уже не думает о том что позаботиться мыслимكرсов всем маленький ребенок нужно думает о том а мама обо мне позаботиться о меня сегодня накормит а меня сегодня один ну да нет он просто живет и они четко знает у него есть вот это вот внутреннее ощущение того что блин его накормит вы переоденут они позаботятся с ним поиграют уложит спать вот здесь вот как-то такое должно быть вам как будто бы нужно постоянно осознанно погружать себя вот в ощущение этого единения да вот прям как вы чувствуете какой-то негатив остановили себя да и осознанно погружаемся в состояние единения то есть переключаться как появляются сомнения сразу переключился и входим в состояние единства условно говоря постоянно входить какое-то медитативное состояние по крайней мере на первых порах пока вы не приучите свой мозг работать вот именно на этих частотах и в таком варианте и вопрос бонусом да как легче относиться незначительным вещам и выпала карта тройка кубков да то есть легкость как легче да просто захотеть и проще относиться больше получать какого-то удовольствия знаете здесь нужно научиться быть в каком-то балансе между тем что вы отдаете и то что вы получаете почему потому что вот у меня такое ощущение что вам приносит больше удовольствия отдавать вы сами как будто бы нарушаете этот баланс да то есть вы растворяетесь других людях в ситуации когда в чем-то ну то есть себя ставите не то чтобы не на первый план а как-то меньше значимости и ценности себе уделяете у вас был такой момент в прошлом когда вы так себя ощущали так знаете вот какая-то легкость какой-то голове просто крутится слово на греческом есть такое слово и на русском знаете не то чтобы безразличие а вот какой-то вот пофигизм на вот такой знаете был у вас такой же период когда у вас такой хороший пофигизм то есть а не важно будь как будет и кстати это и имеет прямое отношение к доверию вот когда вы будете находиться в доверии к вселенной а тогда вы более спокойно будете относиться каким-то другим вещам потому что вы будете понимать что есть нечто ценное и более важное значимое вашей жизни чем какие-то мелочи до которые вот у вас грузят то здесь здесь общая причина она связана с вашим мышлением вам нужно просто поменять модель вашего мышления это если говорить одним словом вот такая позиция у меня была первая мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку что значит для вас доверие вселенной любовь любовь и забота любое забота внимание вселенной забота как выражается знаете как будто бы ведение вас высшими силами вот вы чувствуете что вас ведут что за вами присматривают что если вдруг что-то вы сделаете не так оступитесь вас могут наказать либо вас могут здесь вот как будто бы знаете присмотр такой серьезного то у меня ощущение того что узнаете вот какие-то вот серьезные тети и дядя найти больших размеров сидят на облаках и вот присматривают и если не так вот пальчиком вам погрозят и скажут вот туда не ходи это не делай то есть сразу вам прилетает как будто бы бумерангом вот вот такое вот что-то такое серьезные какие-то уроки проходите что для вас еще доверие вселенной ну это знаете это ответственность вот для вас это как-то тяжело это какая-то вот ответственность добыть постоянной гармонии быть постоянной любви это какая-то знаете тяжесть для для вашей души вот потому что здесь есть какое-то постоянство это работа вот для вас это вот ваша работа у меня такое чувство знаете как будто бы вы кому-то пообещали что-то и вот это надо выполнить да то есть как какие-то обязательства вот доверие высшим силам это то есть я я вам доверяю да вы что-то делаете для меня и я должен это отрабатывать причем знаете так вот ответственно такое вытащение такого серьезного даже здесь не про родителей ребенка у меня ощущение какого-то вот наставника да и ученика вы когда ученик приходит вот сказал ему учитель так надо сделать надо сделать да потому что я же ученик я же сам к нему пришел мне же это надо вот здесь вот какая-то вот ответственность здесь как как-то так у меня идет если не не про вас то выберите просто другой вариант а почему для вас важно доверие ну вот выпадает аркан повешенного потому что вы без какого-то направления что ли заботы вы чувствуете себя несостоятельным человеком да как будто вот какая-то жертва происходит часто подвешивание то есть не понимание куда вам идти и что вам делать вы как будто бы им когда у вас есть доверие вселенной вы знаете куда вам двигаться на то есть даже если это как будто бы вам придает какое-то вдохновение что ли силы дополнительные то есть вы даже можете идти и против течения да но вот когда вот вы уверены здесь какая-то вот уверенность идет когда вы слышите свой внутренний голос да вы можете даже как этот свернуть горы пойти против социума до против пойти против каких-то шаблонов слушать себя слушать свое сердце когда вы на ходе почему вам важно потому что вы получаете опыт когда вы находитесь либо когда вы доверяете вселенной вы фокусируетесь на том что вам дают и получаете какой-то очень ценный опыт для себя вам кажется и не случайно у меня такое слово кажется что вот тогда вам фортуна улыбается спасила как на самом деле а на самом деле умеренность все зависит от вашего внутреннего наслаждения и удовлетворения но в принципе это одно и то же почему потому что фортуна крутится тогда когда вы слышите свой внутренний голос и когда вы находитесь балансе у в умеренности да вот в наслаждение жизнью вы можете тогда услышать как раз таки голос вселенной хорошо в чем ваша вторичная выгода от доверия вселенной девятка педакли потому что тогда вы получаете плоды плоды от жизни так тогда вы становитесь ресурсами тогда у вас ощущение того что вы как-то вас будет богатство какое-то да как материальное так и духовное здесь ваше состояние главное вторичная выгода это когда вы не беспокоитесь да это как раз таки на повторе выпал аркан умеренности когда вы умеете управлять своими эмоциями да когда у вас нету вот этих вот качели очень сильных очень ярких когда вам у вас на душе спокойно и гармонично это ваш ресурс какая вторичная выгода ваш ресурс плюс ко всему вы получаете какие-то знания знания высокого порядка духовного порядка да тогда вы как будто бы находитесь в контакте с высшими силами тогда вы как будто бы понимаете свое предназначение куда вам двигаться понимаете свои задачи понимаете что вам нужно говорить допустим людям да как с ними взаимодействовать очень часто у вас появляются какие-то озарения инсайты вот ради всего этого дам вам доверие важно чего вы боитесь и опасаетесь в контексте данная тарка на пасмур колоть посмотрим чего вы боитесь или опасаетесь контексте доверия вот когда вы будете доверять вселенной что будет если вы будете доверять вселенной здесь знаете выпала карта который говорит о том что будущее скрыто то есть вы и так знаете ответ на этот вопрос вы и так знаете хорошо знаете знаете вам виднее что вам мешает доверять ей вот эти три карты возьмем что вам мешает доверять вселенной зависть и самообман самообман а понятно да когда вы обманываетесь здесь вы опять-таки самообман связан с нашим восприятием мира да с нашим умом оценкой нашему ума поэтому самообман это оценочная позиция да где-то неправильно неверно вы делаете оценку ситуации либо людей а вот что касается зависти я бы хотела уточнить не не совсем понятно что вам мешает зависть как поможет зависть знаете здесь ощущение того что как будто бы ваша зависть она в контексте способностей других людей которые могут коммуницировать как-то люди у которых есть способности может быть контексте ясновидения может быть выхода вас в страл да то есть какие какие-то способности которые помогают легче взаимодействовать с вселенной но это опять-таки в вашем понятии да то есть через какие-то инструменты почему потому что здесь вот такое ощущение да что с ней допустим можно взаимодействовать то есть либо через какого-то человека до через какого-то контактера либо через какие-то способности да у меня вот как будто бы не получается вот здесь такой тоже может быть поэтому как-то вот так может быть зависть описываться либо проявление своей гордыни какой-то степени то есть наоборот когда только я понимаю только я могу и умею связываться с высшими силами либо так либо так хорошо что вам поможет доверять вселенной знаете здесь повешенные в колоде мона лиза такой очень оригинальный как кукла вот который управляет марионетками и а дети смотрят какое-то выступление так вот что вам поможет доверять вселенной перестать манипулировать хочется сказать перестать ощущать себя какой-то жертвой до что вот вами кто-то управляет что вами возможно управляет каким-то образом вселенной что вы как будто бы не вправе принять свои собственные решения до что все зависит что вы как будто бы зависимы от вселенной что от вас ощущение того что от вас удачи как будто бы все время ускользает и вы знаете с одной стороны вы как будто бы боитесь до схватить ее за хвост удержать а с другой стороны знаете вот как будто бы такое ощущение что вот вселенная да для вас это вот какой-то идеал что ли что это как-то ну нереально как будто бы да как как знаете то что-то такое хрупкое что ли хрустальное когда вы боитесь взять это в руки такое ощущение что это из не знаю как сверхъестественное почему потому что здесь на рисунке посмотрите есть вот я не знаю насколько видно шар да он наполнен 10 динариями и вот здесь вот человеку как будто бы не может взять этот шар с монетками да вот можно было нагнуться и взять а он какой-то вокруг него скачет и все никак не может ухватить как будто бы боится да что вот она укатится что убежит что я не успею здесь как будто бы какие-то страхи и сомнения что еще поможет вам доверять вселенной пробовать я очень люблю здесь девятку кубков здесь человек который сидит и пробует яблоки все яблоки надкусил гад съесть не съест на всех надкусил не здесь вот ощущение что он поможет пробовать взаимодействовать разные способы взаимодействия с вселенной причем знаете получать какое-то удовольствие от того что я это попробую то есть я попробовал вот так я попробовал так я узнал вот так такое ощущение что вот как будто бы это вашего вселенная если бы можно было ее персонифицировать что это вот как будто бы ваш какой-то лучший друг не только было по десятке вот здесь вот педакли до что-то недостигаемое такое как то я не знаю какое-то вот там божество величия нет а этого знать как будто бы ваш лучший друг с которым можно пошалить с которым можно поговорить повеселиться подергать за хвостики за косичку что-то где-то вот побаловаться что-то такое детское чтобы это приносило удовольствие не ощущение того что это вот вас прям выпадает страшный суд на понятие что такое доверие вселенной да это вот прям какая-то ответственность что-то такое это даже намного больше чем мама с папой да как авторитет для ребенка это вот я говорю какое-то божество я не знаю ну если возьмем например мифологии так как бы зевс пришел и вот ваше состояние такое трепетное а должно быть наоборот как будто бы это вот ваш лучший друг и мы с ним можно обо всем поговорить можно как-то во всем поделиться где-то пошалить вот это ваше восприятие такое хорошо как легче вопрос бонус да как легче относиться к незначительным вещам как научиться легче относиться к незначительным вещам во первых вам сразу говорят о том что здесь нужно снизить градус важности потому что есть вещи и есть люди которым вы которых вы наделяете большой ценностью важностью вот здесь градус важности надо снизить да и выпадает глупец посмотрите человек у которого вот он идет да в этой колоде он значит идет по канату и у него знаки везде есть дорожные до которые мы указывает как и что ему по барабану он как-то вот живет у него вот эти вот шарики воздушные он такой легкий прозрачный идет по канату спокойно не обращает ни на какие пульской знаки припинания ни на какие знаки ни на что то есть он живет свое удовольствие легкость чтобы может вот то что я сказала да градус важности и ценности значимости снизить с одной стороны а с другой стороны идти по жизни вообще легко да и вот характерная черта что это отсутствие полного страха на то есть как раз таки шут у нас и говорит о том что он находится в полной доверии в полном доверии высшим силам да и отсюда у него и отсутствие страха все ничего не боюсь я знаю чтобы мне позаботиться вот легкость написано да как легче относиться к незначительным вещам и выпадает карта так легкость легко относиться на как еще можно относиться легко никак созерцание рассмотрите ситуацию со всех сторон со всех сторон и найдите самый легкий выход до либо посмотрите на ситуацию таким образом чтобы понять а действительно все так как вы видите потому что мне такое ощущение что иногда вы видите как-то по-своему эти вещи а на самом деле они намного проще ну то есть вот я повторюсь но все равно здесь ощущение того что слишком ну много значимости важности уделяете и уже в третьей колоде выпадает повешенной берите берите всю инициативу свои руки то есть если вам какая-то ситуация не нравится да вы всегда можете встать и уйти то есть вы вольны делать все как вы хотите но здесь понимаете здесь вопрос не в ваших действиях а ваших взглядах потому что повешенный наверх ногами висит у него и восприятие восприятие мира и но и вверх тормашками здесь вот либо нужно смотреть на вещи в контексте созерцания с разных точек зрения до под разным углом и понимать а действительно ли так вещи обстоят на самом деле как мне кажется либо это только мое представление они с одной стороны а с другой стороны попробуйте посмотреть на вещи глазами других людей то есть что они видят в этой ситуации да здесь вот может быть побольше надо развить и коммуникацию узнавать если например какая-то ситуация уточняйте спрашиваете правильно ли я понимаю да ты вот это имел ввиду либо но я не знаю даже например уборка если например в комнате дети разбросали там вещи игрушки я не знаю но и а вам хочется чтобы был порядок так поинтересуйтесь может быть детям-то порядок а не нужен а это их комната их пространство где тогда ваше восприятие того что вы нарушаете границы можете входить в пространство другого человека неважно что это ваш ребенок но это независимая личность сама по себе его нарушаете тогда вот вам ваше восприятие измените свое восприятие прекратить и нарушать границы других людей и тогда вам не будет казаться что это хаос в комнате это для кого-то хаоса для кого-то это порядок каждым в своем пространстве волен делать все что он хочет здесь вот ваше восприятие мира нужно немножко изменить это была у нас с вами вторая позиция и мы переходим позиции номер 3 зелененькому камешку что значит для вас доверие вселенной это сила это то что вас наполняет это огромный ресурс это ваша внутренняя сила сила воли сила духа это умение управлять и справляться со своими страхами и выпадает сразу королева кубков это интуиция это умение влиять на ваше прошлое либо делать какие-то выводы исходя из прошлого это вот далее хоть сказать доверие это доверие это эмоциональное восприятие ситуации это когда вы не волнуетесь не переживаете не огорчаетесь когда вы знаете вы как будто бы понимаете где интуиция все что связано с интуиции очень пересекается с позиции номер один знаете ощущение того что здесь вам как будто бы не нужно ждать чего-то да когда все медленно развивается своим чередом все идет поступательно как и должно быть что такое доверие это колесо фортуны это удача это некая цикличность повторность это сама судьба как-то так шо почему для вас важно доверие почему вам важно вот это вот сила интуиция удача потому что тройки у меня всегда пиндак ливы десятка пиндак ли почему потому что это дает вам некий такой ресурс присмотрится на карту возвысится на другими людьми когда вы парите когда вы находитесь в своем мире когда вы возвышаетесь на какой-то рутиной да то есть у вас есть силы как энергетические так и финансовые да у вас открывается возможности вы можете меняться вы можете как-то заниматься собой у вас появляется ощущение какого-то вот азарта риска вы можете чувствовать себя ребенком вам становится очень интересно вы можете решать преодолевать любые конфликты ставить себе какие-то новые цели достигать их в чем ваша вторичная выгода касательно доверия то есть почему вот важно да какая вторичная выгода есть первичная сила мы поняли вторичная шанс шут знаете когда у вас есть доверие вселенной здесь ощущение того что вы постоянно можете развиваться причем ваше развитие она такой достаточно легкая вы как будто бы находитесь в потоке вот куда вас выведут до вас выведут да вы как будто вы снимаете ответственность себя и перекладывать ответственность на вселенную колесо фортуны на повторе вышел когда вам не нужно думать о цели до какую ставить а вот как будто бы за вас уже все решено и вам нужно просто двигаться здесь я легкость вы приобретаете благодаря этому возможность чему-то новому научиться на вот к духовное здесь развитие идет и опять идет десятка десятка кубков в этот раз уже ощущение того знаете что происходит вот какая какое-то волшебство да какая-то магия когда каждый на своем месте выполняет какие-то свои определенные роли и тогда все как швейцарские часы работает точно и это вот вас как-то по-особому радует ощущение того что вот просто снимаете ответственность себя чего вы боитесь либо опасаетесь контексте доверия вселенной вот я сказал чего боится выпадает императора ну вот ответственности боитесь ограничению боитесь стабильности боитесь какого-то знаете вот постоянство что останетесь без ничего знаете боитесь что как будто бы у вас отберут эти пендакли потому что здесь как будто бы человек тащит за собой мешок с деньгами а за ним гонится бык и вот казалось бы да просто этот мешок да и быстрее убегая спасаясь своей жизни а он нет он тащит а не хочет бы как это деньги мешок с деньгами я потеряю нет чего вы боитесь что останетесь без денег так еще чего что вам как будто бы знаете не протянут руку помощи что от вас отвернуться все да и вы не сможете дальше развиваться двигаться по жизни что еще вы боитесь свои собственных мыслей вы боитесь причем ваши мысли они-то острые такие нам они могут вранить вы войти что вы сами себя сможете ранить обидеть искалечить как-то в своей голове вы боитесь своей жестокости вы можете быть жестоким человеком агрессии боитесь как в вашу сторону так и вашу собственную и но здесь вот так на повторе идет что вы как будто бы ему не получаете знаете что у вас не будут заботиться до чего вы боитесь что вот вселенная как будто бы не будет о вас заботиться что вам не протянут что вы ощущаете себя как маленьким ребенком и вам нужно вот это вот что не будет контакта до что не будет связи что вас не поддерживают этого вы боитесь что от вас отвернуться на повторе говорю что вам мешает доверять вселенной когда вы включаете знаете как-то свою голову здесь карта поиска что плохого в том что вы ищете карта притяжения не совсем понимаю о чем здесь речь что вам мешает когда вы ищете притяжение и жизнерадостность не поняла ладно давайте возьмем другую колоду не поняла я что вам мешает когда вы что-то начинаете искать а поняла когда вы начинаете как-то вот копаться и искать то чего нет на самом деле да и это вот как будто бы у вас втягивает а вы как будто бы становитесь как-то зависимыми зависимыми от ее энергии что вам мешает доверять вы боитесь что если вот полностью довериться вселенной почему потому что потом вы будете зависимы вы как будто бы считаете что вы потом будете неспособны принимать свои собственные решения то есть я буду полностью от нее зависеть и меня будет тянуть и меня я буду постоянно это хотеть желать там я не знаю вступать какой-то контакт когда надо будет принять какое-то решение у меня будет все время вот это вот какое-то притяжение зависимость ну скажи ну ответь мне то есть если мне допустим я не получу какой-то знак от вселенной как-нибудь то я не смогу дальше что-то делать куда-то развиваться что-то мне здесь об этом говорит да разбитое сердце я же говорю какие-то переживания скорбь утрата да что вы но и дьявол понимаете вот то что я сказал все благодарю я понимаю на другой колоде стало мне понятнее что вы боитесь как будто бы впасть в зависимости от вселенной потерять себя то есть ваше эго боится потерять себя что вы будете как-то вот переживать мучиться ну допустим вам нужно сейчас какой-то ответ а допустим вселенной скажешь час не время вот вам нужно будет ждать то есть вот к чушь я теперь буду зависеть от вселенной да я хочу сам принимать решение вот как-то здесь почему-то у вас такое восприятие что поможет доверять ей так на это колоде смотрела смотрели смотрели на всех вам смотри да что поможет доверять вселенной ваше подсознание работа с вашим подсознанием напрямую кому-то со снами кому-то с астралом кому-то медитация то есть любое видоизмененное состояние которое вы будете входить а потом перепроверять то есть больше практики и выпал карта выпала карта абсолютная вера вера и причем абсолютная вера да здесь так интересно стоит монаха за ним целая стая как их называет а львов как называет стаю у львов как-то по-другому называется это не помню и он даже не смотрит то есть за ним стоят дикие животные да и в полном доверии что с ним ничего не произойдет что поможет и вот подсознание то есть работа со своим подсознанием хорошо и вопрос бонус как легче относиться к сик незначительным вещам хочется сказать знаете выпал аркан верховного жреца как легче относиться к вещам понять какую-то простую истину а в чем и двигаться дальше в чем заключается эта истина не впадать в какую-то апатию ощущение того что вы какой-то знаете ранимый такой чувствительный человек за маской активного яркого позитивного человека внутри такой нежный чувствительный и закрываете это за маской короля мечей логика отстраненного холодного человека и вот вам нужно понять что почему вы здесь вот включаете какой-то вот узнаете какие-то негативные эмоции вот у ощущение того что как-то в ситуациях вас легко ранить вот вашего вашего внутреннего ребенка такое ощущение что вот вами как-то управляет ребенок ваш внутренний ребенок причем эмоционирует он в негативную сторону не в позитивную да и вот был куб туз кубков что вы как-то вот слишком эмоциональный человек хотя бы это очень скрываете вы переживаете вы держите все внутри себя вы это не выплескиваете больше разговаривать с людьми и знаете и ну то есть не не переживайте волноваться не додумывать за них не доставить а больше узнавать что у них в голове происходит и на пути своей цели не обращать внимание ни на кого и ни на что двигаться просто фокусироваться на результате до видеть какие-то шансы идти к ним и брать их да вот представляете туз педаклей и сразу десятка педаклей весь цикл полностью определитель для себя знать хочет сказать что для вас ценно что для вас важно да вот именно вопрос ценностей и не обращайте ни на что внимание и просто имейте ввиду что если во что-то будет цеплять то по сути это цепляет не вас как такового как зрелую личность вашего внутреннего ребенка его всегда будут цеплять на эмоции здесь вам нужно научиться работать со своими эмоциями чтобы вас вами не был не манипулировали манипулируют эмоциональными людьми для этого вам нужно научиться очень много разговаривать с людьми понимать то есть для того речи дана чтобы вы вербально высказывали свои мысли и через речь учились понимать то что вам хочет человек сказать то все можно узнать все можно уточнить здесь ощущение того что вот вы как будто бы знаете исходя из своего опыта своих знаний достаточно глубоких вы но многое додумываете здесь понимаете вы как будто бы сами себя ранить и а здесь можно было просто уточнить у человека переспросить и и все и и решить задачу здесь просто ваше восприятие она такой серьезная на такое найти массивная объемная во всем вы видите какой-то глубокий смысл какую-то истину вот плюс ко всему вам не нравится что вас как-то учат вот эти вот все нравоучения вам тоже не нравится вы сами умные вот поэтому как легче относиться ну дайте другим людям тоже возможность вас как-то высказать свою точку зрения что ли не то чтобы вас учить иногда людям тоже необходимо ощутить вот эту вот свою значимость да что они тоже как-то вам полезны что они в чем-то тоже могут быть для вас наставником вы достаточно высокоразвитый человек духовно причем до вас опыт большой вы глубоко копаете но иногда вот это вот хочется отдать пальму первенство другого пускай он тоже почувствовать себя значимым и важным но здесь вот все как-то связано с общением с коммуникацией и эмоциями здесь нужно сделать первый шаг в сторону своих желаний вот эмоциональных каких-то желаний знаете чувство что вы себе запрещаете что-то на эмоциональном плане когда вы видите это у других людей вас это цепляет не знаю почему я это сказала тебя вопрос был как легче относиться до незначительнее здесь такое чувство что очень много правильности у вас присутствует в жизни не хватает какой-то вот легкости до беззаботности вот и внутреннее ваше ощущение большего разрешения себя себе чего-либо и поэтому когда вы видите что-то у других людей в других людях то чего вам не хватает это может как-то вас цеплять и ну вам сложно понять да как у другой человек может вести себя так вот легкомысленно да там как-то поверхностно ну то есть почему другие люди себе позволяет то что я не позволяю потому что есть какие-то моральные нормы и рамки в которой вы себя вводите а других другие люди этого не делают и вот здесь вот непонимание но это связано на поверх это ваш урок а во вторых отсутствие коммуникации напрямую на то есть больше разговаривайте не додумывайте спрашивайте уточняйте не бойтесь показаться глупым человеком не знающим человека но другом тоже будет приятно вот такая у нас была с вами третья позиция благодарю вас за внимание что ваших комментариев обратной связи лайки и дизлайки всего вам самого наилучшего и если вы смотрите этот расклад утром хорошего вам настроение и зарядки на весь день и с вами прощаюсь пока пока